Расскажите, пожалуйста, в каком возрасте проявились ваши музыкальные способности и как? Вы знаете, уже в пять лет, наверное. Я вот сейчас помню, у нас семья была очень музыкальная, значит, к нам, когда приходили гости, к родителям, значит, товарищи, там, значит, мамины, подруги, меня буквально, так сказать, ночью, значит, будили и сажали к инструменту, мне было лет пять, наверное, уже, пять лет, пять-шесть, я уже играл какие-то популярные мелодии, значит, это страшно, значит, нравилось, но это где-то немножко раздражало моего брата, который тоже играл, который не мог никак понять, как это мне удается вот так сразу, понимаете, что-то, значит, что-то услышать и сразу что-то воспроизвести, значит, прочее. Уже не говоря о том, что напротив нашего дома, мы жили в городе Баку, там был мюзик-холл, значит, оттуда раздавались всякие звуки, музыки, я с большим интересом прислушивался, уже разбирался в гармониях, уже что-то мне нравилось, что-то не нравилось уже, значит, я вот смотрел, что, думаю, гармонически здесь было немножко не так, это в пять-шесть лет вообще, вот такая вещь. Ну, уже не говоря о том, что как родители были счастливы этому всему, значит, ну и, наконец, у нас в доме жила моя любимая уже позже учительница Надежда Васильевна Галятовская, и в семь лет я уже в шесть, мне еще было не пол до семи лет, я уже начал учиться у нее музыки, и это было, знаете, в Баку была такая особая группа особо одаренных детей при Бакинской консерватории. Вот в эту группу меня сразу, значит, приняли, там учились так называемые особо одаренные дети, ну и я, значит, оказался, значит, в их числе, как сейчас помню, ну, знаменитую пианистку Белу Давидовичу, которая училась там же, Тамара Гусева пианистка, ну и многих, значит, других, хотя я сейчас всех ее не припомню, так что и такое было, пока не начались какие-то события в нашей семье. В вашей биографии написано, что ваша семья пережила очень страшную трагедию в 36-м году. Расскажите об этом. Вы знаете, ну, это годы, так сказать, сталинских репрессий, как вы понимаете, таких, это были тысячи, сотни тысяч, и тысяч людей разделили, мы тоже разделили участь, наша семья разделила участь тоже, вот, большинства, значит, и действительно в 36-м году не стало моего отца, значит, и чуть позже мамы. Практически я и мой брат, мы выросли без родителей, но мама уже потом через 8 лет вернулась, а отца так я больше не увидел, его уже не стало. В 38-м году отца просто уничтожили, об этом уже сейчас, уже позже он был реабилитирован, позже и мама, а мама кончила свою жизнь, будучи опять старым большевиком, персональным пенсионером союзного значения, она осталась верная, так сказать, своим таким юношеским идеалом, понимаете, так сказать, и прочее, прочее. Но мама вернулась ко мне, когда я уже был уже постарше, уже был молодой человек, это уже забегая вперед, значит, должен сказать. Но вот главное, что тогда же меня из этой вот престижной музыкальной школы, значит, в которой, значит, эта школа, так сказать, особо одаренных детей, меня оттуда тут же убрали из этой школы. Я учился в какой-то районной, значит, школе, опять-таки у моей надежды Васильной дорогой, но в эту престижную музыкальную школу, где, так сказать, дети элиты бакинской, значит, учились меня оттуда, конечно, уже сразу я уже забыл туда дорогу. Ну и уже отсюда началась уже другая жизнь, серьезная жизнь. Брат у меня уже позже, так сказать, в армию ушел, так сказать, я остался совершенно, значит, один. Родственники, значит, были, но практически, мы об этом, я думаю, еще поговорим, практически, конечно, жизнь была очень сложная и много интересного было. Как музыка помогла Вам выжить? Так, действительно, мне музыка помогла выжить. Я же остался совершенно, так сказать, без отца и без матери. Мне же было тогда, я не знаю, ну, наверное, 8-9 лет вообще было. Я же в 10 лет уже где-то уже работал, зарабатывал себе, значит, на жизнь, значит, я был совсем маленьким мальчиком. Это уже дальше, мы, наверное, поговорим, я расскажу, как дальше сложилась, так сказать, моя жизнь. И брат мой, значит, тоже вот в 41-м году брат ушел на... Вы знаете, мы же из семи, так сказать, как бы тогда называлось врагов народа, значит. Тогда, знаете, тогда и в армию было тогда сложно попасть. Мой брат скрыл, что он из этой семьи для того, чтобы его взяли бы в армию. Он, так сказать, воевал, значит, в военные годы в Белоруссии, значит, оказался в плену. Но это уже дальше, это уже в дальнейшем, я думаю, мы об этом тоже поговорим. Так что вот так. А музыка мне помогла, она меня буквально спасла, она меня спасла. Я уже зарабатывал себя на жизнь вообще, понимаете, вот такая, значит, вещь. Это вот, более того, я вам скажу такую вещь. Ну и, естественно, возникает вопрос, что же я в 8-9 лет мог делать? Уже мог делать, вы знаете. Я вам должен сказать еще такую вещь о том, что в Баку были физкультурные такие общества. Буревестник, Динамо, Спартак. Там были, знаете, гимнастические такие, значит, группы, гимнасты. Я очень, я помню, как сейчас, я помню и Колю Горковенко, и Сережу Литвинова, я помню, сказать. Я уже играл в этих гимнастических залах, играл для физкультурников, знаете. Они делали свои... Более того, тогда это уже были военные годы, это уже был 41-й год. Я тогда уже, значит, тогда какие-то композиции делал. Они делали на это свои произвольные, вольные упражнения, как сейчас помню. Ну и, наконец, тогда же уже, это уже было примерно 41-й год, я в институте физкультуры в городе Баку, значит, был просто уже пианистом, работал, как взрослый человек, работал пианистом, вот, на секции, значит, гимнастики. Какую роль сыграла война в вашей музыкальной жизни? Прекратили ли вы заниматься музыкой? Ну что вы, я музыка... Наоборот, я именно разыгрался вот в эти первые годы и первые месяцы войны. Вы знаете, я тогда уже, это было, значит, во-первых, я уже говорил о том, что я в физкультурных залах, значит, в спортивных обществах аккомпанировал гимнастом, уже какие-то композиции сочинял, значит, они на это делали произвольные, вольные упражнения. Но самое главное произошло чуть позже. В военные годы в Баку был такой восьмой авиационный корпус, значит, при котором был очень хороший джазовый эстрадный коллектив, в котором лучшие музыканты и бакинцы тогда, о которых я сейчас многих из них вспоминаю, и, значит, который, это был просто хороший, руководил этим оркестром такой, в конференции был Шестопалов, значит, Александр Шестопалов, а оркестр был просто очень приличный. И меня, 13-летнего, 12-13-летнего мальчика пригласили в этот оркестр. Это восьмой авиационный корпус, это, кажется, поселок Монтино, значит, вот там, дом офицеров, вот там мы, значит, играли джазовую музыку, играли, так сказать, естественно, и песни, так сказать, в то время и военные, и на военную тему, и патриотические песни, все прочее. Так вот, с этим оркестром уже, уже позже с этим оркестром, мы ездили на гастроли какие-то, и, наконец, мы приехали в город, в Ереван мы приехали. И вот, как сейчас помню, значит, в Доме офицеров, значит, вот в Ереване с этим оркестром, значит, мы выступали. И на концерте присутствовали музыканты, артисты из эстрадного оркестра Армении, которым руководил композитор Артемий Сергеевич Айвазян, значит, руководил. Среди них, кстати, я помню такого известного певца, который позже снимался в кинофильме Арши Малландра, Шинобейботова, значит, и многих, так сказать, других. Они в Антаркте пришли, все со мной познакомились и узнали, что я, так сказать, что я армянин, фамилия моя Орбелян, значит, Дафф и прочее, и пригласили меня встретиться с композитором Артеми Сергеевичем Айвазяном. Рассказали Айвазяна про меня, на другой день меня привели. Вот, я помню, в Ереване это был малый зал филармонии, сейчас там большой зал филармонии у нас роскошный. И, значит, привели меня туда, и была встреча с Айвазяном. Айвазян увидел меня и говорит, боже мой, какой он же совсем маленький еще, мне было 13 лет. И меня посадили за рояль, значит, да. Я совсем немножко поиграл, Айвазян говорит, вы могли бы из этого военного оркестра уйти? Я говорю, конечно, Артемий Сергеевич, потому что я не военно обязанный, я воспитанник в этом оркестре, сын полка, знаете, вот как бы сказать так. Ребята постарше, они все уже были военно обязаны, а я был, значит, воспитанник. Я сказал, они мне дали, мы уехали, значит, из Еревана, я немедленно получил телеграмму от Артемия Сергеевича Айвазяна, и, значит, от дирекции филармонии армянской, значит, и приехал в Ереване на работу в Государственный эстрадный оркестр Армении. Мне было 14 лет, у меня еще паспорта, значит, не было. Я, как сейчас помню, я приехал, оркестр был в Тбилиси на гастролях, меня тут же отправили из Еревана в Тбилиси, я приехал, прямо с вокзала я пришел в помещение, где они выступали, меня посадили к роялю, опять началось все прочее, и вот с тех пор, с тех пор, значит, это 43-й год, 23 ноября, как сейчас помню, значит, я вот приехал в Антракте, меня повели. Да, меня первое отделение посадили в зале, чтобы я из зала послушал бы концерт. Ну, это был роскошный, значит, коллектив, они только приехали, тогда я помню, из Ирана с гастролей, значит, очень красивая сцена, одеты вообще, все прочее. Это был просто очень хороший коллектив, которым руководил очень талантливый, значит, Артемий Сергеевич Айвазян с хорошими солистами, с хорошими музыкантами. И, значит, вот отсюда, после концерта, меня тут же в гостиницу взяли со всеми музыкантами, и вот отсюда на протяжении 9 лет я... А почему 9 лет? Потому что через 9 лет я все оставил и пошел учиться. Я думаю, что мы к этому вопросу еще вернемся, да. С чего началась ваша карьера, не только как исполнителя, но и композитора? Ну, во-первых, я уже сказал о том, что я чуть ли не с 10 лет уже, я уже просто профессионально играл на рояле, уже что-то сочинял, а в оркестре Айвазяна, когда мне было 14 лет, я тогда туда приехал, все прочее, меня просто на второй день посадили на сцену, за рояль, значит, и я уже с того дня без репетиции, без всего, когда я сказал, Артемий Сергеевич, дайте мне хоть ноты посмотреть, надо как-то, он говорит, не надо, он говорит, сядьте, и вот слушайте музыку, у вас хороший, вы хорошо все слышите, вот импровизируете, играете и прочее, прочее, вот так и пошло. Уже не говоря о том, что где-то уже через год уже начались какие-то мои композиторские опыты, какие-то песни писал, более того, эти песни тогда, я как сейчас помню, Артемий Сергеевич, у нас певцы были в оркестре, очень неплохие, кто-то из певцов уже пел мою песню, когда еще я практически, мне было лет 15, уже исполняли, это было Колыбельная тогда, я написал песню, значит, это были еще песни об Армении, значит, все прочее, это я писал уже где-то в 15 лет, более того, я уже начал аранжировки делать, значит, да, и где-то уже постепенно, к 46-му году, все, у меня уже появилось какое-то такое, ну, тогда это называлось всесоюзное имя, как джазового пианиста, понимаете, все прочее, я уже на сцене, и на меня просто, извините за нескромность, на меня молодежь ходила на концерты, и просто приходили слушать вообще, так сказать, было, эти годы я не забуду, но главное, что тогда из заключения вернулась моя мама, которую я не видел 8 лет, ну, что ж, оставила она меня маленьким мальчиком, приехал, уже я был молодой человек, так сказать, уже, так сказать, стоял на ногах уже, работал в оркестре Айвазяна уже, все прочее, мама со мной уже, вот с тех пор мы с мамой уже в Иване вместе, до конца ее жизни мы с мамой вместе, значит, жили. А что касается композитов, то дальше, как говорят, дальше еще, я уже, так сказать, я уже аранжировал в оркестре Айвазяна, я уже просто программы аранжировал, да, и многие произведения уже тогда, да, например, была написана тогда, ну, Юра Николин, наш известный цирковой, так сказать, склон, мой любимый друг, мы с Юрой тогда и с поэтом Леней Куксо, мы написали песню, которую называла «Журабе», которая привела, ну, просто всесоюзную популярность, тогда, сказать, Юра был в Иване, они ходили к нам на репетиции нашего, значит, оркестра, там же я и знал, значит, песню, которую я написал, музыку, они сочинились Лене и слова к этой песне, и эта песня была, тогда же она и на диске была записана, значит, ее многие пели, многие исполняли. Насколько мне известно, вас приглашал Утесов? Утесов, то есть в оркестр Утесов, вы хотите сказать? Вы знаете, я очень дружил с музыкантами из оркестра Леонида Васильевича Утесова, ну, я уже, Утесов, это уже, сами понимаете, с Утесовом очень многое тоже связано было. Я очень дружил с Владиком Людвиковским, с Леней Кауфманом, и с Дидериксом, и с Котляром, и с Йосей Давидой, и с Колей Носовым, это все музыканты, великолепные музыканты из оркестра Утесова. И в 48-м году мы приехали с оркестра Майвазяна в Москву на гастроли, в Эрмитаже, мы работали тогда же. Я помню, значит, вот ребята пришли со мной и познакомились тогда, я уже с ними, так сказать, проводил много времени, мы музыцировали, мы играли. И тогда же Леонид Васильевич Утесов мне предложил, значит, работать у них в оркестре. Но в начале 48-го года тогда Артемий Сергеевич назначил меня дирижером оркестра. Тогда уже, знаете, потом у меня было в плане продолжить свое музыкальное, так сказать, образование. Потому что в детстве я уже рассказывал о том, что в детстве мне так не дали поучиться, я всего 2-3 года учился на рояле играть, после этого все кончилось, надо было выживать. А тут, значит, вот уже у меня были планы, значит, и в 48-м году я возглавил, я как был дирижером оркестра. В оркестру Кутесову я не поехал, но меня с этим коллективом и с музыкантами связывала необыкновенная теплая дружба на протяжении многих лет. Более того, многие из них имели такая нарвоезу в Эстонии, значит, это на берегу Финского залива был такой, значит, такой поселок очень элитный, красивый такой поселок. Это уже Эстония. И, значит, вот они меня уговорили, я там тоже купил себе, значит, уже дачу в те годы, и мы вместе, тут и Вадик Людвиковский, тут и то, тут. Ну, просто незабываемые совершенно. Да, кстати сказать, я очень дружил с отцом Ирой Понаровской, Витя Понаровской, который вот без меня эту дачу, он только сказал, вот пришли, значит, там деньги, купили эту дачу, отремонтировали ее, все прочее. Это все, это благодаря Вите Понаровскому, которого я необыкновенно любил, это отец Иры Понаровской. И у них тоже была дача там. Чем обусловлен Ваш интерес джазовой музыкой? Не боялись ли Вы ей заниматься, так как она была детищем зловредного Запада? Запрещали ли Вам исполнять джазовые композиции? И если да, то как аргументировали? Джазовую музыку я любил с самого детства, очень любил джазовую музыку. Более того, когда я рассказывал о том, что я работал в спортивных залах, эти молодые ребята, они все были гораздо старше меня, элегантные, красивые люди, и тоже все любители джаза. И вот они меня втянули в это дело. Я сразу, вокруг меня, так сказать, вокруг меня все время были люди, которые гораздо старше меня, тоже любители джазовой музыки, отсюда все началось. Ну, а потом позже я сказал, что я был в военном джазовом оркестре, там были тоже замечательные музыканты, которые... Мы увлекались джазом, и я приехал в джаз Армении, я приехал уже практически... Меня проверяли уже как джазового пианиста. Я уже играл, я буквально через три дня играл всю программу в оркестре, значит, у Айвазяна. Я уже не говорю о том, что действительно, после этого были, знаете, какие для меня... Я всегда говорю, для меня Советский Союз делился на два периода. До 1953 года и после 1953 года. Например, когда я в 46-м, 47-м, 48-м году играл на сцене, очень увлекался, играл, так сказать, какие-то джазовые вариации, какая-то манера была совсем другая. Мне даже, так сказать, очень... Это было... Это рассматривалось уже почти как идеологическое, понимаете, сказать, идеологическое, что я что-то не то означаю. Меня, так сказать, меня просили особенно этим не увлекаться. Это было идеологическое обвинение, как бы, знаете, по тому времени. Но, чтобы сказать, что кто-то меня это очень запрещал, и кто-то наоборот. Все те, кто должны были бы запрещать, все сами очень любили джазовую музыку и очень просили всегда для них, значит, играть. Это было действительно так. Ну, а что касается уже потом, когда я возглавил Государственный эстрадный оркестр Армении, об этом многое можно рассказывать, там мне уже никто не мешал. Я уже делал все, что я хотел. Это уже был более джазовый коллектив. Это был такой, знаете, был сплав средств современного джаза и национальной музыки. Я сохранил от Айвазяна его приверженность к национальным, значит, таким стопам. Это, опять-таки, был государственный эстрадно-джазовый оркестр Армении, но это был более уже джазовый коллектив. Так что и такое было тоже. И никто... Мне говорят, вам мешали играть? Это когда я руководил оркестр. Я говорю, никто мне ничего не мешал. Я играл все, что хотели, играли. Играли по всему миру. Я уже об этом забегаю вперед, я могу об этом, можно, много рассказывать. Расскажите о вашем знакомстве с Арамом Хачатуряном. И скажите, почему вы решили так круто изменить свою жизнь? Вы же уже были довольно известным артистом и опять начали учиться. Довольно известному артисту было 16-17 лет уже. Я вам должен сказать, что Арам Ильич Хачатурян... Это было... Это наше божество вообще. А Арам Ильич Хачатурян, он очень интересовался, значит, вот как, значит, работают молодые композиторы, начинающие авторы. Он проявлял очень большой интерес. Вы знаете, мой педагог по композиции, Эдвард Михайлович Мерзоян, мой дорогой, с которым мы по сей день, так сказать, очень близки, это у меня очень, очень дорогой у меня человек, с которым мы... Вся жизнь, как-то, так сказать, у нас вместе прошла. Я у него учился уже, так сказать, уже, когда я оставил оркестр, несколько лет я в консерватории уже, так сказать, и работал в академических жанрах. Но Арам Ильич, так или иначе, все мы, и мое поколение, и поколение того же Эдварда Михайловича Мерзояна, а тут и Арноба Баджинян, тут же Александр Рудинян и Лазар Сарян, и, значит, все мы себя считаем, так или иначе, воспитанниками и учениками Арам Ильича Хачатуряна. Потому что влияние Арам Ильича гениальной музыки Хачатуряна на все развитие дальнейшей армянской музыки, и не только армянской, должен сказать, музыки, она настолько была велика, что невозможно было, чтобы это что-то... Он всегда... Арам Ильич, я помню, был случай, когда я написал одно проездение камерное, Арам Ильичу оно очень нравилось, да, это проездение, об этом мы, может быть, еще тут, я вижу вопрос есть на эту тему. И когда Арам Ильич услышал это проездение, а это проездение тогда сыграл знаменитый квартет имени Комитаса, первый состав, это был изумительный коллектив, и Арам Ильич послушал проездение и сказал мне, и все же почва вспахана мною, он сказал, имея в виду его влияние, его вклад на развитие, на становление, так сказать, стиля композиторского, все. Самое главное, что Арам Ильича очень интересовало, как развиваются, как работают молодые композиторы. Некоторые из них, да, я с ним был очень близок к Сарам Ильичу, очень близок. Я помню, когда в Москве, значит, это уже позже, это уже был 62-й год, когда в зале Чайковского было сыграно мое проездение, которое, я считаю, самым, так сказать, радостным событием моей жизни в зале Чайковского, сыграли мою симфонию, это был госоркестр СССР, это был Юра Араной из дирижера, значит, и прочее. Арам Ильич все, после концерта, арам Ильич всех нас, друзей наших, из Армении композиторов пригласил, и сказал мне о том, как сейчас помню эти слова, это не только твой праздник сегодня, это наш общий праздник. И мы в этот вечер были у Арам Ильича дома. С Арам Ильичом меня связывало, и связывает по сей день Арам Ильича нету, но его память для нас священна, понимаете? Так что вот такая вещь. Расскажите о своих самых значимых для вас моментах, например, о получении главного приза на международном конкурсе 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 56-м году. В 56-м году в Москве была декада искусства и литературы Армении, значит. И я со своим камерным произведением, струнным квартетом, я в этом говорил, которые сыграли в рамках, так сказать, вот этой декады армянского, значит, искусства и литературы, квартет имени Кумитаса сыграли, значит. Я как сейчас помню, это было в малом зале Московской консерватории, рядом с большим залом, вот, в малом зале. Тогда же это произведение было записано, а тут уже на подходе, значит, был 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Кстати сказать, именно тогда меня и предложили возглавить Государственный эстрадный оркестр Армении, вот именно в дни декады, это было в Москве, значит, я помню эту встречу, я помню Александра Александровича Холодилина, начальника управления по делам искусства, тогда при Министерстве культуры, вот тогда же он сказал, назначьте Орбеляна и дайте ему карт-бланш, вот эти слова, я помню слова Александра Александровича. И, значит, действительно, тогда же я возглавил коллектив. И через некоторое время был 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, значит, в Москве, где мое произведение сыграли на международном конкурсе, значит, этого. И что мне очень приятно, конечно, о чем говорить, это мой первый крупный успех, это произведение было удостоено гран-при, золотой медали, это международный был конкурс, и причем была международная жюри, возглавляемая Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Это был август месяц 1956 года. Вот как раз тогда же я и уже возглавил государственные, значит, эстрадные, значит, оркестр Армении, приехал в Вереване и взялся, как говорят, уже за дело тогда. Это, ну, дальше было много, извините меня, и других каких-то, так сказать, событий творческих. Конечно, для меня все, когда меня спрашивают, какое самое радостное событие в моей жизни, вообще музыкальное событие, я всегда говорю, это, конечно, пример моей симфонии в Вереване и в Москве, пример моего балета «Бессмертие», за который я тоже получил первую всесоюзную премию тогда, значит, было, как лучшее произведение, посвященное 30-летию победы в Великой Отечественной войне. И в постановке, значит, во время гастроли Ереванского оперного театра в Москве, в Большом Кремлевском зале, значит, это произведение, значит, было показано вот тогда же в Москве, была московская премьера этого произведения. Кстати, недавно, ну, это года полтора назад, у меня было в Большом Кремлевском дворце был юбилейный концерт, значит, и вот там я со сцены сказал, что вот в этом зале, это было очень давно, я сказал, что произведение московская премьера моего балета, значит, «Бессмертие». И, значит, вот как раз это было связано, это было в дни моего юбилейного концерта в Москве, связанное с моей юбилейной датой. В 60-е и 70-е годы вы с оркестром стали выезжать за границу. Ваши выступления имели огромный успех и признание. Как вы думаете, в чем же заключался этот феномен популярности? Ну, во-первых, в том, что, так сказать, у нас очень, так сказать, мы очень готовились к этим концертам. Оркестр был в прекрасной форме, с прекрасными солистами, очень хорошие музыканты были, так сказать. Мы очень, так сказать, очень серьезно работали, очень серьезно готовились к этим концертам. Ну, скажу вам, что мы гастролировали примерно в 38 странах. Это началось не в 70-е, а началось чуть раньше. Это был 66-й год, это была Чавословакия, это была Польша, это была, значит, Венгрия. И, наконец, в 72-й год, визит главы государства Леонида Ильича Брежнева в ФРГ. Мы с оркестром тоже были включены в состав участников и сыграли в Дортмунде, значит, во Дворце спорта, сыграли международный бал нации на сцене. Рядом с нами сидел один из лучших оркестров ФРГ, оркестр Кюальнского радио и телевизии по дополнению Вернера Мюллера. Так что вот мы сыграли, и, так сказать, эти наши немецкие коллеги с большим интересом, значит, слушали, так сказать, и наши выступления. Играли по 15 минут, знаете. Ну и, наконец, после этого у нас в ФРГ были гастроли, в ГДР были гастроли, оркестр лауреат многих международных джазовых фестивалей. Это все европейские страны, это Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка и, наконец, Соединенные Штаты, когда мы впервые представили советский джаз в Соединенных Штатах. Это не так, как сегодня приезжают два-три концерта и потом долго рассказывают о триумфе гастролей, значит, в Америке. Это было 40 концертов, начиная от Сан-Франциско до Нью-Йорка, значит. Значит, в Нью-Йорке это был Алистуле Холл зал, Линкольн Центр, значит, Нью-Йорк Таймс писал «Развеян миф, что в Советском Союзе джаз находится под поле либо запрещен законом». Вот оркестр из Армении. Мы были первым советским, пожалуй, единственным. После нас на таком уровне, это было на американском уровне, были гастроли, значит, такого не было. Там же познакомились со звездами американского, значит, джаза. Ну а на будущий год это были роскошные концерты во Франции. Это было 40 концертов во Франции, начиная от Марселя, 14 концертов в Париже, в таких залах, как Шанзелезе и Плиэн. Это залы, где играется только симфоническая музыка. Так вот, оркестр был такого уровня, что нам выделили именно эти залы, и мы сыграли в Париже очень хорошие концерты. Я очень доволен американскими гастролями, значит, и во Франции, значит, и французскими, значит, гастролями. Но уже не говоря о том, что я же говорю, что много раз и в Индии, много раз, по много раз европейские страны, Юго-Восточная Азия, я еще раз говорил, и все, пока уже дальше события развивались уже, так сказать. Как пишут в прессе во множестве биографии Аллы Борисовны, вы являетесь, если так можно сказать, именно тем человеком, благодаря которому Пугачева стала знаменитой. Как это произошло, что именно на нее пал жребий представлять СССР на этом конкурсе? Ну, я так и знал, что вот такой вопрос будет. И вообще то, что вы сейчас сказали, это очень торжественно, вообще сказать. Да, какое-то отношение ко всему этому, конечно, мы все имеем. Но чтобы вот так... Вы знаете, в чем дело? Золотой Орфей. В 71-м году Министерство культуры СССР меня, значит, направило на Золотой Орфей в качестве члена, вице-президента международного жюри и члена жюри, значит, фестиваля Золотой Орфей в Болгарии. Как сейчас помню, в 71-м году со мной поехала туда певица Маша Бахоминга. Прекрасно выступила, это было гран-при. На другой год был Лева Лещенко и Светлана Орязанова. А вот на третий год, то, что я рассказываю, мы были в ФРГ, играли международный бал нации, вот оттуда с Соней Ротару мы снова выехали на Золотой Орфей. И Соня тоже очень-очень хорошо выступила тогда. И, наконец, это был 74-й год, значит, меня попросили послушать Сергея Захарова, певца на предмет Золотого Орфея. Почему меня послушали? Потому что я являлся 10 лет, я был членом жюри фестиваля Золотой Орфея в Болгарии. Я приехал, был в зале «Россия», я пришел и послушал Сережу Захарова, был в восторге совершенно от него. элегантный, красивый, звук, уверенный в себе, профессионал, такое достоинство вообще в нем. Все было, как говорят, при нем. Я сказал, надо везти, и действительно поехал Сергей, прекрасно, значит, показался там. Что касается дальнейшей, так сказать, его судьбы творческой, там не все было у него гладко, это я уже об этом не буду говорить, я очень сожалею об этом. Ну и, наконец, в 74-м году, я помню, как сейчас, на Лесной улице в Москве, там был какой-то Дом культуры, вот я сейчас не помню, как он назывался, там был, проходил всесоюзный конкурс артистов эстрады. Вот, знаете, в жюри сидели, и Танисий Леонидович Чутесов сидел в жюри, и Алиса Новымович, и Цвасман сидел, все такие метры, так сказать. Мы тогда совсем молодые, значит, были. Я помню, мы сидели, я, Иосиф Кобзон, Геля Великанова, значит. Председателем жюри был Юрий Васильевич Силантьев, которого я очень любил, и с которым мы очень дружили, и с которым, который записал много моей музыки, кино, с оркестром, значит, в Госкино. Значит, вот мы сидели, и вот на второй день на сцену вышла никому неизвестная, красивая, неулыбчивая, так сказать, не заискивающая перед жюри, абсолютно, как будто ей было абсолютно все равно, как ее воспримут все прошлое. Выступила, ну, спела две песни, как сейчас, я даже запомнил эти две песни. Это было «Посидим по окоям», и это было «Ярмолова с чистых прудов». Вот эти две песни, это была Алла Пугачева. Она под Роэль выступила вообще, сказать, была явно не в настроении, сказать, все. Я, Кобзон и Великанова, мы переглянулись тогда, и тогда мы решили, что ее надо, так сказать, что она заслуживает того, чтобы быть отмеченной. Другое дело, что первую премию получил на этом фестивале певец, я его фамилию даже забыл. После этого мы его не видели, не слышали, ничего о нем больше не знаем. Алла Пугачева получила одну из премий, значит, получила. Там было ясно, что это, конечно, что это, что это, что это, что это, что это очень новое, и что это вот очень яркое, и что на это следует обратить самое-самое серьезное внимание. И вот когда в 1975 году, значит, «Золотой Орфей», я должен ехать на «Золотой Орфей», это совпало с моими гастролями с оркестром в Соединенных Штатах Америки. Я не могу ехать на Орфей, а на Орфей должен был ехать один певец из моего оркестра, значит, должен был ехать, Георгий Миносян. Хороший эстрадный певец, талантливый, красивый, яркий певец. А певец должен со мной ехать в Америку. Значит, получается, что уже болгары ждут Миносяна, уже послали его рекламные материалы и все прочее. Тогда, я помню, в Министерстве культуры был разговор, кого же послать? Миносян уезжает с Урбеляном, сейчас в Соединенные Штаты. Значит, я сказал, даже думать не надо, надо посылать Аллу Борисовну Пугачеву. Просто думать не надо. Да, говорит, но все ребята, тогда я помню, Министерство управления по делам музыкальных учреждений, начальник управления был Слава Лушин, заместитель Володя Ковалев, значит, близкие товарищи, все были за Аллу, конечно, все были за нее, все прочее. Но существовало еще руководство Министерства культуры, значит. И вот, значит, там возникли, там были проблемы. Там были. Алла об этом, между прочим, со сцены даже говорит. И в интернете у нее это есть. Там были проблемы. Вплоть до того, что мне пришлось, попросили меня это сделать. Я пошел к первому заместителю министра культуры, Василию Федоровичу Кухарский, музыковед, доктор наук по музыковедению, и одновременно заместитель министра, значит, культуры. И сказал, что нужно только Пугачеву может достойно выступить, потому что это было... И что вы думаете, нас очень поддержал Василий Федорович Кухарский, потому что были какие-то неясности. Да, нет, посмотрим. И что, пока не решили, пока не ответили, вот такие вот были вещи. И вот тогда же я помню хорошо, когда этот вопрос решился положительно, я помню, днем я жил в гостинице Будапешт, пришли ребята из Министерства культуры с Пугачевой, в номер, я жил в люксе в гостинице Будапешт, там пианино было, и Алла тогда познакомились. Я только тогда с ней познакомился, и, значит, она села к роялю и сыграла песню, которую она собирается вести на Золотой Орфею. Это была Орликена песня, да, пока без слов, слов не было. Слова там, она совершенно все изменила, она, так сказать, и по форме, и по содержанию. И написал один ее друг, я сейчас фамилию его помнил, я сейчас забыл, его друг написал просто поразительно точные слова, и, так сказать, он полностью осуществил, так сказать, ее задумку, значит, и все прочее. Это было, значит, это был, значит, Орликин. Ну, значит, все, я в этом году, это совпало у меня с гастролями в Америке, членом жюри тогда Павлова поехал, как сейчас помню, как мне, такие времена были хорошие. Это был Володя Ковалев тогда, поехал тогда, вот, и, а что произошло на Золотом Орфе, это уже все, так сказать, хорошо знают. Мы с Аллой встретились уже после Золотого Орфе в Москве. Я помню, все они пришли ко мне, мы отметили, мы ее поздравили, значит, и все прочее. Мы с Аллой очень подружились. Я ее по сей день необыкновенно высоко ценю, я ее очень люблю вообще, я этого не скрываю, и мы с ней очень дружны, значит, с Аллой Борисовной. Тогда же она, это был 75-й год, попросила написать, 76-й год, попросила написать для нее песню. Я написал для нее песню на стихи замечательной поэтессы Вероники Тушновой, это «Сто часов счастья», значит, песня была, которую, значит, у нас кастроли во Франции, значит, песня написана, песня аранжирована, я уже и сделал для людей. Теперь Алла ждет, Алла должна с нами выступать, с нашим оркестром после Франции в зале «Россия». Забегая вперед, скажу, что это было 20 концертов, ну, совершенно поразительных концертов было. И мы приехали из Франции, это было в декабре 1976 года, как сейчас помню, Алла Борисовна нас встречала, значит, на другой день на репетиции «Сто часов счастья», врезали с биг-бендом, все прочее, ясно было, что и должен сказать о том, что вот тогда же в этих концертах прозвучали самые ее тогдашние, так сказать, ее хиты того времени. Это было, значит, во-первых, «Арликин», во-вторых, «Все могут короли», «Не отрекаются любя», и, наконец, «Сто часов счастья». Вот эти четыре песни впервые прозвучали вот тогда в концерте, значит, в зале, значит, России. Это было 20 концертов, это были поразительные концерты, это что там, 20 дней, это по два концерта в день играли, в общем, вот такое было, да. Ну, а что касается и позже, так сказать, Аллы Борисовны, мы с ней много встречались, мы с ней сотрудничали как-то, так сказать, и прочее. И вот совсем недавно, вот, когда у меня были юбилейные концерты, Алла Борисовна, ну, просто я ей так благодарен за это, она просто позвонила мне, тогда я помню, из Майами, из Флориды, и сказала, что мы ее искали в Москве, значит, да, концерт 24 февраля должен был быть концерт в Кремле. Ну, что она, говорит, у тебя там? Она мне говорит, я говорю, ну, что, юбилейный концерт, ну, и что она, говорит? Я говорю, как что, я хочу, чтобы ты присутствовала, говорит, а что я буду делать? Она так разговаривает. Я говорю, как что делать? Ну, может, споешь 100 часов счастья. Да ты что, я уже давно не пою, она говорит. Ну, как это не поешь? Еще как поешь, да. И говорит, ну, ладно, я что-нибудь придумаю. И что вы думаете? Через два дня Алла из Флориды приехала в Москву. И позвонила мне, что я уже в Москве нахожусь. Значит, передали, передали труппу своему продюсеру, директору, договорились, машины, все. И она пришла, значит, на концерт, и она практически открыла мой концерт в Кремле. Но это было поразительно. Причем она пришла и говорит, вот я пришла с цветой тебе, хочу подарить тебе цветы, поздравить тебя, но на сцену я не выйду. Нет, я говорю, ты выйдешь на сцену. Я ее взял, мы с ней пошли на сцену, за кулисами я ее посадил. Там у нас был такой материал на киноэкране, где мы с ней работаем с оркестром, и где она обо мне говорит. Пустили, и она вышла на сцену, и минут пять, минут семь, так сказать, она открыла этот концерт. Уже не говоря о том, что был недавно концерт в Вереване. Это десятитысячный, значит, зал, это, значит, дворец спорта, значит, это наши, это армянские лужники, значит, и прочее. Я был на этом, значит, тоже концерте, меня пригласили, так сказать, на самом высоком уровне были на этом концерте. Это же надо обладать таким ужасом, это только она может. Весь народ, естественно, ждал ее, любят, так сказать, и вообще любят, а главным образом, потому что необыкновенно популярны ее главные хиты, которые она пела, она не спела ни одного своего главного хита. Это была принципиально новая программа, это была очень серьезная программа, очень современная программа, и у нее это получилось совершенно поразительно. На другой, вот после концерта мы были все вместе, конечно, так сказать, на другое утро ее пригласил президент Армении, вручил ей высший орден Армении, святому Месропу Маштуца, и, значит, три дня ее в Ириванском аэропорту ее ждал самолет главы России, значит, и вот на этом самолете она с оркестром улетела. Я Аллу Борисовну необыкновенно люблю, я ей очень благодарен, и думаю, что наши отношения с ней, это, так сказать, будут всегда, это она всегда вот такая вот, что я могу. Я о ней мог бы очень много рассказать, и все, что я говорю, это уже какая-то эмоциональная сторона, значит, моего отношения, значит, к Алле Борисовне. Известно, что вы ваш племянник, дирижер и пианист. Расскажите об этом. Вы знаете, не просто дирижер, а просто известный дирижер и известный пианист. Он кончил с отличием дюлярскую, значит, консерваторию, значит, живет он в Москве 20 лет, он руководил практически 20 лет, он руководил государственным академическим камерным оркестром России. Сейчас он работает и с многими известными певцами, оркестрами, по миру ездит. Например, они вместе выступают сейчас с таким певцом, как Хворостовский, американская известная певца Рене Флеминг, Лара Фабиан и прочее. Это блестящий пианист, дирижер. А вот совсем недавно, значит, я с моим племянником Константином Урбеляном, значит, значит, он тоже Константин Урбелян, это в честь меня, мой брат. Тогда мы с братом, мы же с братом 30 лет не виделись, я с брата увидел, я увидел брата в период 30 лет, значит, когда уже мой племяннику моему было уже 16-17 лет. Они назвали его в честь меня тоже Константином, значит, да. И, значит, это самое, и недавно в Вереване, нашему, вы знаете, я из очень известного рода, нашему роду Урбелянов, мы из Зангизура, это такой у нас район, есть такой горный район Зангизу, есть такая деревня Татеф, где расположен такой храм, который основан моим предкам 900 лет тому назад. Вот сзади вас афиша, как раз, вы можете будет потом ее, можете снять эту афишу, афиша, где концерт, который недавно был в Вереване, ну, недавно как, в июне месяце, приехал 200 человек к хор Ельского университета, солисты Метрополитеноперы, президент Метрополитеноперы, я и мой племянник, и этот концерт был посвящен тысячелетию рода Урбелянов, значит. Я выступил с моим племянником, дирижером был мой племянник, также и, значит, симфонический оркестр Армении, дирижер Эдуард Топчан, очень хороший дирижер тоже. И, значит, это были незабываемые дни уже, значит. Уже не говоря о том, что, вот выступали солисты Метрополитенопера, пели, значит, и мои, значит, песни, дирижер, значит, этот цикл, этот блок, что ли, дирижером был мой племянник, значит. Вот мы с ним и выступили, значит, тогда. И, значит, это самое. Ну и через пару дней, через пару дней, значит, в кинотеатре, кинотеатр Москва у нас есть, это центральный наш кинотеатр, состоялась премьера моего кинофильма, который снял его мне режиссер, значит, Рубик Кеворков и Гагик Степанин, режиссеры сняли на полтора часа фильм, который был в кино Москва, значит, тоже. Этот фильм есть, между прочим, есть у меня и в сайте, есть он и в Ютубе, этот фильм называется «Юбилейные встречи». Что касается, мой брат, к сожалению, моего брата уже нет в живых, а мой племянник продолжает свою очень активную, такую, сказать, очень успешную, такую концертно-гастрольную, так сказать, деятельность. Живет он в Москве сейчас больше, он, естественно, и в Сан-Франциско, значит, все прочее. Вот у меня сейчас практически семья моего брата, это сейчас стало как бы моей семьей. Маэстро, в вашем оркестре работало множество звезд. Скажите, кого бы вы хотели сейчас вспомнить? Вы знаете, вспомнить я мог бы и хотел бы многих, но я назову, знаете как, вот, например, не все, наверное, знают, что совсем юные 16-17-летние девочкой в оркестр приехала из Одессы Лариса Долин работать. Но было ясно совершенно, что у готовы на этой девочке, конечно, совершенно поразительное будущее, так все и получилось вообще. Эта девочка, которая 4 года проработала в оркестре, сегодня эта девочка член Президентского Совета России по культуре, это народная артистка России, Лариса Долина, моя любимица, с которой я, так сказать, очень и очень дружу, ярко талантливая. Я бы назвал бы из армянских наших певиц, у нас сейчас многие звезды наши, уже все они именитые очень, выходцы из эстрадного оркестра Армении, в числе которых Татвику Анасян, Эрна Юзбашян, замечательная тоже, значит, певица, я уже сказал, значит, Эльвина, значит, Макарян, была певица, Зара Туникян, Сюзанна Маркарян, Надежда Саркисян, Гаяна, это все наши, так сказать, певицы. Ну, наконец, с нами сотрудничала также моя любимица, также Яра Понаровская, с семьей которой, я уже говорил в этой передаче, я очень был близок, и я очень люблю ее, так сказать, ее родители, а с родителями ее просто связывала у меня необыкновенная дружба, и с мамой, и с папой ее, так сказать. Вот этого я хотел бы, так сказать, добавить тоже. Сейчас вы живете в США. Почему? В связи с чем вы, талантливый, популярный и известный музыкант и композитор, покинули свою родину? Ну, во-первых, я свою родину не покидал, уже не говоря о том, что я в году три-четыре раза бываю в Москве, я бываю в Армении, понимаете, сказать, меня очень много, значит, связано. Вы знаете, в начале 90-х годов в Армении была очень сложная обстановка, очень ситуация. Практически прекратилась гастрольная жизнь. Было потеряно всесоюзно-гастрольно-концертное пространство. Невозможно было ни на гастроли ездить, невозможно было, сказать, ни коллектив содержать. Очень тяжелые годы были не только в Армении, и в России, и в других республиках. И вот тогда мне показалось, что нужно делать перерыв. Понимаете? Перерыв оказался очень затяжным, потому что я тогда приехал, у меня родственники жили в Сан-Франциско, значит. Я приехал сюда. Ну, наконец, за последние годы мы получили долгожданную возможность ездить по миру, работать в других странах, подписывать контракты, работать с зарубежными певцами, с зарубежными музыкантами. Давайте используем эту возможность, раз такое дело, сказать, да. Я приехал туда, я несколько лет жил в Сан-Франциско, занимался творческой работой, значит. Позже я переехал в Лос-Анджелес, сейчас я вот, сейчас мы вот разговариваем с нами, мы находимся в моей, так сказать, квартире, значит, в Лос-Анджелесе. За это время выпущено 10 середисков, это о чем-то говорит, наверное, да. Это, значит, это и академическая музыка, это и симфоническая музыка, это и джаз, это и я сам играю, значит, это и с американскими, с американскими бентами, и, наконец, шесть песен, это просто новые песни, шесть дисков, это просто новые, значит, песни, сделаны с новой аранжировкой, с новыми исполнителями, значит. Это все, что я сейчас говорю, есть в интернете, это все есть в Ютубе, и это есть все в моем сайте. Мой сайт www.corbyland.com Посмотрите, у меня очень большой сайт, где есть многое из того, что эти годы я сделал в Москве. Например, я очень вспоминаю интервью с Владимиром Глазуновым. Это, значит, «Рожденные веса» такая передача, была ностальгия. Я получил, я лично получил большое удовольствие от общения с этим замечательным, так сказать, профессионалом, как Владимир Глазунов. Значит, вот это, это тоже есть в моем, значит, сайте, значит, я недавно, совсем недавно, я был опять в Москве, значит, это, значит, был сейчас такой, в Москве такой создан фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ. И вот в этом году он был посвящен народным артистам Советского Союза. Значит, нас всех пригласили, значит, туда. Из Армении были, к сожалению, значит, мой педагог Эдвард Михайлович Мерзоян и Александр Рутинян, известный наш композитор, они не могли, значит, быть, потому что это, 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 это сложные перелеты и все прочее. Мы были, Чики Джана была, наша министр культуры, значит, была там. И там же я выступил на этом, на этом, это было на уровне президентской администрации, это, значит, было вот, это, это совещание, фонд гуманитарного сотрудничества, посвященный народным артистам СССР. должен сказать о том, что когда-то, народным когда-то это звание давалось тысячу раз, тысячу человек были удостоены это звание, сегодня в живых осталось всего 300 человек, а из этих 300 человек на этом совещании были всего 40 человек, так что в числе 40 человек. Меня попросили, естественно, на одном из совещаний, которое было, значит, библиотека Ленина, там есть такой один дворец, я забыл, фамилию, так сказать, называется, там это роскошный зал был, все, я выступил с Гверцетели, с Тамарой, с ярко талантливой, значит, очаровательной, Тамарой Гверцетели, которая в концерте Аллы Борисовны Пугачевой в Лужниках, Алла Борисовна доверила ей спеть мою песню «Сто часов счастья», значит, мы с Тамарой выступили, значит, это были незабываемые совершенно несколько дней общения с близкими друзьями, с товарищами, значит, и Аля Пахматова с мужем, я помню, мы сидели, Евгения Дога, многие, Дигарханян, наконец, наш, знаменитый, так сказать, актер, он тоже народный артист СССР, значит, и это самое, и, значит, вот, пожалуйста, все, это было совсем недавно, значит, совсем недавно, это вот, что касается, а что касается здесь, я много работаю, я много пишу, у меня много контактов, и в Париже, и в, я помню, я написал гимн для такого фестиваля «Царско-сельские премии», и пример этого гимна была в Ленинграде, значит, в лицее, где Пушкин, буквально в этом же зале, где Пушкин читал свои стихи Державину, и, значит, когда Державин слушал юного, значит, Пушкина, так вот, значит, я сыграл тогда, значит, этот гимн прозвучал, и тогда был жив академик Лихачев, который сказал, чтобы очень удачно совместили в музыке вашего гимна державную мощь и дворцовое изяшество, вот, я это запомнил, была Илья Хеджакова, сидела тут же, мы сидели в президиуме, Сокуров, кинорежиссер из Ленинграда, значит, был руководством этого фестиваля, этот фестиваль традиционный, ежегодний, и гимн, который я тогда написал и который прозвучал тогда, он по сей день звучит вот в дни этого, значит, фестиваля. Маэстро, хотели бы вы прожить еще одну жизнь? То есть, что значит еще одну жизнь? Прожить, да, я это говорю, между прочим, я отвечаю на этот вопрос, это не первый раз. Прожить, да, повторить, наверное, что-то сделало бы иначе. Вы знаете, ведь мы, каждый из нас за что-то себя в жизни осуждает, что-то мне удалось, что-то ему удалось сделать, что-то сделать, о чем-то он очень сожалеет вообще, у меня это тоже есть. Есть какие-то эпизоды в жизни, о которых я сожалею. Если бы еще раз я прожил бы жизнь, конечно, я бы, так сказать, обратил бы на это внимание, постарался бы это преодолеть, так сказать, это. Итак, прожить, да, повторить, не знаю. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok